Здравствуйте, товарищи инженеры! Меня зовут Фёдор, вы на канале Федисплей. Это игра Satisfactory, и мы тут немножко плаваем в желе. Шутка, конечно. Мы сейчас будем продолжать строить базу. Опять же, мы играем в многером, поэтому не исключены тупники и проблемы какие-то не на сервере, а у меня на хосте. Придётся, может быть, что-то убирать, но... Так, вот один выходить, да, не хочет? Давайте его распилим нафиг. Ну, выходи отсюда. Вот, хорошо его убил. Там умывался, что ли? Жижи зелёный. Я для начала, наверное, опять сделал небольшой обзорчик, мало ли кому интересно, или кто вдруг не всегда это смотрит, вдруг кому-то интересно будет. Построена здесь пока что заготовка для двух этажей. Вот, надо будет это сейчас всё достраивать, потому что мы здесь будем делать цех, такой небольшой цех для производства моторов. И там сейчас, ребята, у нас собирают линии, там четыре линии будет, одна на железной слитке, вторая на медной, третье. Так, третье, что там у нас в бетоне, да, будет? А четвёртая будет на сталь. Я надеюсь, сталь туда влезет нормально, производство? Ну, переплавка в смысле. Кстати, Костя, а в три блока влезет в сталь или нет? Ты же там рассчитывал, вроде нет. В три блока? По идее же должно, да, через лифты влезть. Ты про что имеешь в виду? Вот смотри, идёт четвёртая линия, где будет производство стали, дайте. Там же должно... Ты про лидику? Ну да, вот кто там сейчас это наводит? Ты туда, да, наводишь? Я туда навожу. Вот, подключил? Он нормально встаёт. А, нормально встаёт. Ну всё, окей, хорошо. Это я так просто перестраховаться. Хотя один фиг потом... Один фиг придётся всё потом переделывать. А кто тут уже сталь-то разбирает? Сталь не надо разбирать. Да я пытаюсь оптимизировать. Сталь разбирать не надо, надо сначала... Пускай она делается. А, ты хочешь на два этих? Да. Да, этим же начали в той серии ещё заниматься. Ладно, я тогда продолжу здесь строить. Примерно сейчас вот у нас вот такие дела. Михаил у нас там, я смотрю, продолжает строить. Ты там что делаешь? А, цех, да, достраиваешь? Да, стены строим. Так, я тогда буду продолжать в высоту здесь увеличивать. Ты тут трубы хочешь и стальные балки или что именно? Нет, просто включайте, что вам нужно. Того и делай. Ну, с одной стороны стальные балки, с другой стороны стальные трубы делаю. Да, ну, в принципе, и то, и то нужно. Ну, поэтому и... А ты, Костя, что, сейчас массив делаешь? Я сейчас массив под бетоней заложил. Тут у нас... Я хотел стакал вывести. Сделана такая... Ну, осталось-то. Исключительно декор внутренний. Я не знаю, конечно, когда очень много элементов будет, как это все будет лагать, потому что планы большие, а все это делать очень долго. Блин, что-то не ставится. Примерно вот так вот оно у нас все сейчас и выглядит. Тут, конечно, какое-то непотребство, ну, что поделать. Кстати, может быть здесь... Давайте-ка я тут немножко улучшу. Нефтезавод, нефтяной насос. Можно будет, конечно, нефтянку потом сделать когда-нибудь. Потому что нам все равно эти электроэнергии понадобятся. Ну, да, но мы скоро упремся в энергию. Ну, надо строить сначала движки и блоки. Чтобы они хотя бы делаться начали для следующего тира на космический лифт. А, нет, подожди, они нам не нужны сейчас будут, а на космический лифт. Они нужны просто на технологии будут. Ну и на все остальное сопутствующее. Так, я тут понял, что нам в бетоне-то некуда выводить. А у меня что-то пруты закончились. Забрать, сходить. Там может как-нибудь объединить вот эти два выхода этих железных слитков и туда вставить бетоний. Влад, куда ты собираешься вывести 270 слитков и 270 слитков, если у нас максимальное... Это... 270 слитков. Это лента 270, скажи мне, куда? Расскажи это уже то слово 300. Зачем? Зачем вы? Остановитесь. Ну а что, можно около вот где-то, Фельд, стоишь оттуда взять бетон и здесь делаются эти стальные трубы и начать делать... Балки имеешь в виду? Балки имеешь в виду? Не, можно... Блин, бетонные кирпичи. Железобетонные балки-то? Бетонные кирпичи, да. Ну потому что бетонные есть и трубы есть. Сейчас мы наверх в бетоне выведем и ставим тоже... Да, Костя, подожди. Ну поставь здесь тогда временно, если пока тут... Тут в принципе и место позволяет, и все. А не пускай делается пока временно. Потом все равно можно будет пересобрать. Это в принципе сделать-то быстро. Так, я за прутами. А вы, Костя, там туда массивы доделываете, да? Да, я сейчас хочу железо иметь повернуть в сторону, чтобы заходить с ряда А тебе в целом. Ну, железо иметь? Да, железо иметь. Ну, хорошо иметь железо. Так, ну, блин, ты что-то вроде где-то говорил, что снизу у тебя уже готов был... Ну, готова была шина, а я что-то вообще тут не наблюдаю, нифига. А я ее уже тебе повернул куда нужно. Нет, она ведь снизу не идет сейчас, правильно? Почему идет? А я снизу ее не наблюдаю. Хорошо, сейчас я подойду посмотрю. Я вот сейчас бетон взял, продолжаю шину дальше делать. То есть ты вниз ее направил, правильно? Да, она под низом. То есть она на минусе, получается, у нас идет? На минус первом, да, там. Так, ну... Где-то сейчас вот эти штуки делаешь. Да, да, это я хочу. Ты мне... Подожди, а зачем ты ее на блоках ты делаешь? Я не пойму. Потому что по-другому ты не поставишь эти перекрытия. А, ты потом бетон этот уберешь, правильно? Нет, бетон можно оставить. Во-первых, чтобы тут можно было перемещаться. Тогда знаешь, как нужно сделать, чтобы это было все по красоте? Вот смотри. У нас же есть вот эти вот фиговины железные. Может быть их... Где? Я внизу нахожусь. Нет, нет, Федя совсем внизу, вон он на земле. А, помостки потом... Вот смотри, да, по краям их поставить, это вообще четенько будет. Вообще лучше, конечно, на помостках было ходить, а над помостками пустить именно вот эту шину или как-то так. А то получается... Мы это сделаем, но в данный момент мне нужно, чтобы я мог нормально тут перемещаться. Я тебя понял, окей, хорошо, страдай. Ну а что мне еще сказать тебе? Доброе утро, пожелай. Ты понимаешь, тут какая фигня? Вот эти конвейерные стены ты не можешь поставить сверху вниз. Ты их должен делать снизу, то есть с нижнего фундамента ставить вверх. Вот тут у них такая есть это, косяк. Блин, я из-за тебя ноги сломал. Ну хорошо, ладно. Ладно, надо тогда потом этот фундамент будет убрать, а чуть ниже поставить тогда перекрытие эти железные. Чтобы оно по красоте все было, потому что сейчас как дичь какая-то выглядит. Ты там муки поломал. Ну, чуть-чуть. Ты мне, пожалуйста, обозначь. Изоленты перемотай. Еще один, что ли, этот шутник нашелся. Десятирублевый. Чего тебе, Костя, опять убрать что-то надо? Нет, ты мне обозначь в фундаменте, куда тебе подавать эти два ресурса. Ты посмотри, там висит, у тебя перекрытия висят. А вот это перекрытие, которое по центру? Где ряда идет? Так. Там под фундаментом есть перекрытие. Вот эти вот, ну железные. Как они там, ходы вот эти называют? У меня все из башки вылетает. А, вон, я понял, все, я увидел. Помостки. Помостки с этими, с лейерами, которые идут. Я понял, понял, все. Ты посмотри, где они идут, залезь наверх, обрати внимание и как-нибудь там... Да, я увидел, что ты там стоишь. Так, вот это, по-моему, да? Вроде да. Так, Миша, это ты там, да, за это? А, вижу, да. Ну, кто еще? Я вижу, что из тебя песок сыпется. Тут, кстати, деревья стоят, надо бы их будет выпилить. Но они тут совсем не к месту, поэтому надо закрыть. Не песок, а бетон. А, если тебя бетон, ты у нас этот... Усиленный, да, фиксик? Если тебя бетон сыпется, прям. Смотри, скоро шурупы поясняются. Всякие сыпаться с винтами начнут. Болты, прочие там. Металлические изделия. Кто из нас тут вот, ну, вот этот долботрон. Если ты сыпется... Из тебя же метизы всякие высыпаются. Нет. Он просто долботрон. А в латентный тот только один, может быть. Ты, что ли? Ты, фей. А я-то тут при чем? Ну, ты же просто серия латентного долботронства. Почему? Извини. Это ты так решил, почему? Тут надо, Миша, наверное, частично на первом уровне стен оставлять дырки, чтобы можно было ходить. Потом их можно будет заткнуть. Давай один человек будет делать одно. Потому что у меня сейчас вот пропало две лента. А потом они появились. Не надо. Вот давай один человек делать одну работу. Костя, ты когда кричишь овлад, ты это делаю не так сильно, то я тоже пристаю работать. Ты тоже чувствуешь себя Владом сразу же? Михаил, что вы делаете? Остановитесь. Я хочу сделать верхнюю, а потом заменю. Здесь не нужно перекрыть, а делать здесь идет сквозная. Дорога, да, я знаю, но я еще не могу прицепить верхнюю. Вот так вот сделаю просто. У меня лень выбирать. А, ну вот это аргумент, да. Как нет? Да что ты делаешь? Ага. Укушенный Владом, что лень? Ты издеваешься надо мной? Нет сегодня. Михаил, здесь вот эти идут штуки. Это же сквозные хрени. А, это же цепь. Фак, мой мозг. Да, теперь ты меня понимаешь, да? Нет. Влад, иди займись чем-нибудь. Влад, что ты там бегаешь, а? Ну, понимаешь, я внизу делаю ленту, а он рядом бегает и знает, и просто заблюдает. Костя, не шуми. Мне тебя потом не порезать будет, ты орешь слишком громко. Простите, я... Ты... Ты пиво, что ли, себе налил там? Нет. Ну, то у тебя помнится, есть такой грешок-то. Тогда надо и может попустит. Не, он тогда шуметь начнет очень громко. Если он начнет шуметь, мне потом звук будет на монтаже не поправить. А это что ты так из-за фигни стоит? Надо убрать. У меня можешь это в дискорде потише сделать просто. Тогда ты, когда обычно говоришь, у тебя будет не слышно. В общем, импровизируй. Ладно, я постараюсь. Вам, Федор, не угодишь. Ну, блин. Это проблема не во мне, а в том, что я не могу маршрутизация нормально сделать. Ты сейчас, конечно, можешь сказать, что это мои проблемы. Что не могу ее сделать, ну блин. Если ты не можешь делать маршрутизацию, значит, ты не админ, да? Ну, я и так, и так не админ. Админ-то ты, между прочим, так что давай, делай. Я сейчас на то пошла. А ты что за дела? Что-то, что-то, что-то за админ такой. Что-то, что-то за мать такая, не знаю. В конце концов. Так что, давай тут не будем. Мы, кстати, уже практически первый этаж с Варганилем. Скоро можно будет расставлять, начинай. Я подвел тебе три ленты к этому. По ним уже идет ресурс? Да. Сейчас я проинспектирую, дострою тут перекрытие. Это уже давно Федора подвел. Вот что это? Под монастырь? Ну, да, что-нибудь такое. Под наркологический диспансер. А почему у вас тут... А, все, я понял. Вы Ашаны. Федя, а сзади мы тоже оставляем проход в два блока. Сейчас, секунду, сделали. Проходы сзади, это... Сейчас я посмотрю, что происходит. Ты что, Костя, в сторону куда-то уехал? Потому что вы Ашаны чуть-чуть. Потому что ты Ашан. Где я в сторону ту и уехал? А если тебе нужно будет на уровень ниже ленты пустить, что будешь делать? Уровнем ниже пущу. Ой, все. Сюда же, правильно же? Да? Да. Ты что, на меня залез тут? Нет, запрыгнул просто. Запрыгнуть было. Да, здесь. Ты что сейчас было? Взял. Это эквилибристика называется. Что это было? Как мне это еще назвать? Щамиша, посмотри, что там хотел. Не, ну а как еще ты мне предлагаешь? Куда тебе, какой ресурс-то? Без разницы. Ты сам потом будешь подключать. Я-то тут при чем? Где он и какой? Ты же этим занимаешься, ну. Я тут такой скромный строитель этих металлоконструкций. Мне нужна помощь, господа. Мне нужен человек, который сверху будет говорить выше-ниже. Мне нужен человек, который будет сверху? У тебя есть Влад. Влад, ты хочешь быть человеком сверху? Или нет? Не надо, Влада, пожалуйста. А ты хочешь, чтобы он был человеком снизу, что ли? Нет. Сейчас я подойду, подожди. Дострою перекрытие. Я тут сейчас кто-нибудь на шаге еще больше, чем было. Разбираю. Сзади коридор в два блока делаем? Нет, нет. Они здесь... Это расширяемая часть называется. Здесь они модульные идут по три. Сейчас задача будет в эту страну уходить, да? Уходим мы на НЕ. Между Н и Е. Все расширяемся. Так, ну, понятно. Что, Костя, говоришь, куда ты там? Да я вверх лифты подаю тебе ресурсы, мне надо понять. А ты уверен, что они вот именно так должны подаваться? Ну, будут так. А, ну, здесь правильно, да. Сейчас еще третий, да, будешь подавать? А пропускной хватает, ты посчитал? 270. Давай фигач. Нормально? Да. Четенько просто. О! Тут как раз три гауна сидишь. А нам нужно столько, кстати? Я не знаю. Ты же считал, у тебя же где-то там план записан. Нет, это я ничего не считаю. Ну, открой дискорд, посмотри, сколько тебе там... Оставь пока так, если что, их на железобетонные потом поменяем. У железобетонных пропускная способность выше, там сколько? 480 у них? Я про другое. Зачем нам три линии этого... Железных слитков сюда? Подожди, а... Ты что сделал? Вот ты сейчас что сделал? Ты дальше как будешь слитки туда продолжать? Переделывай. Стой. Я сейчас залезу. Да встань ты. Как она тебя завязала тогда? Я впрыгнулся, но не могу. Да не надо тут никаких ужимокопрыжков. Тебе здесь надо через сплиттер их разделить и направить наверх. Ашина должна дальше ехать, понял? Или не понял? Почему? По голове, потому что. Зачем еще наверх? Я это не понимаю. У тебя... Ты дальше ресурсы вот эти как туда подашь? На следующий модуль. А, все. А, Б. Все, все равно. Ты его слишком близко начал подавать. Тебе нужно было их... Ну ладно, разбирайся сам. Ты накосячил и переделывай. Пожалуйста. Вот их надо было здесь подавать, а тут через сплиттер их куда-то наверх выводить. Ну, наверное. Ладно, я пошел доделывать сверху. Сейчас переделаем. Как у вас там все сложно. Там, тут вообще капец просто сам в шоке. Какие-то радиовые игры. Сначала он доблодарит, потом ты на него орешь. Потом я на него залез. А потом ты говоришь, кто сверху, ага. Прям такая иерархическая лестница. Да нет, это знаешь, как это... Начальник на орал на подчиненную того-то. Но я шоулю, иерархическая лестница. Хирургическая? Дебиллическая. Коробку строй. Спасибо. Да, капитан. А я пойду попробую. Ты че, прыгать научился? Да. Как в России я научился прыгать. К успеху идешь. Когда-то, наверное, у тебя все остальное начнет получаться. Блин, как хорошо. Вы пробовали винтовку, которая открывается со временем? Ну, она нормальная, из-за нее можно пвпшиться. Мы, кстати, думали уже это. Устроить себе дедоматч. Такой индустриальный десматч провести. Два на два, например, собраться и... Да, тут можно, видишь, уже... Кто сдохнет, тот проставляется. Кто сдохнет, тот Влад, да? Мы уже знаем, что у тебя будут аптечки. А там, смотри, я предлагаю это... Не знаю, есть смысл-то на сфере? Ты все расскажи. Так, и че у нас улетело? Ткань открылась. Окей. Окей, я поставил на полчаса изучаться динамитные шашки. И скрафтил, и будет эта взрывалка. А, ты ее... Ты пять штук, да, скрафтил? Да. И еще 15 лежит в центральном сундуке в хабе. Ага, окей. Ну, там, в принципе, камень можно снизу будет очистить. Я хотел сделать, но че-то я, видишь, пока этим занимаюсь. Так что норм. Кто-то че-то там вроде хотел сказать важное. Да я... Мысли по поводу... Ты, значит, не важное по поводу... А что о нем сейчас думать? Надо сначала завод построить. Так, тут че-то... Мы уже второй этаж потихонечку доделываем. Скоро у нас, в принципе, моторы... Блин, здесь опять какая-то глухая стена. Михаил, что вы делаете? Работаю. Не похоже. Работайте. А чем я не совпадает с одной стороны? Там ниже, там выше. Что у тебя не совпадает? Все. Это от природы так и должно быть. Осянники в Робе должны быть или за подлецом. Отойди, за подлецом. Все тут нормально совпадает. Ты что делаешь? Остановись. Когда это закончится в укладах. А, стоп, это уже стена. Это ждать. Здесь порты должны быть. Да, здесь порты. Или порты. Ставь, расставляй внизу окна. А я буду глухие ставить. Спасибо, что разрешил. Можно, да? Я хочу поставить. Тут где я хочу поставить. Буду глухая ли окна. Я не знаю, где ты хочешь поставить. Ты можешь смотреть в одно место пальцем показывать, другое оставить в третьем. Да куда я знаю? Тут ведь оно... Непредсказуемо ведь. Михаил, что вы? Да я, короче, поставил, если не орёшь там, нормально. А, вот так, значит, да? А запас моторов где-нибудь есть? К сожалению, нет. Мы на моторы сейчас как раз-таки цех делаем. Но нам ещё четыре этажа собирать. Не, ну если Михаил тут будет делать так, как ему вздумается, то, может быть, даже дольше. Короче, расставляй тогда здесь пока внутри. Я пошёл третий этаж начинать. А то опять там начнётся тупилово. Вот эти, кстати. Должен быть другими. У нас какой-то мартыш... Мар... У нас какой-то мартышкин труд тут получается. Делаешь, делаешь, потом переделываешь. Потом ещё раз переделываешь. Всё круто, но... Вы не возражаете, если я возьму шить... Бустеры и закину в стальные трубы? А то один заводик, он там очень медленно идёт. А, без проблем вообще. Внизу на хабе есть. Там... Там ускоряло ты модули, да, имя? Что там их дофига, да, находить было в ящике? Здесь просто производство поставлено на... Ну, на текущую ситуацию. Эти трубы просто ещё на моторы нужны. Ну и, соответственно. Ты ускорь как надо, всё равно всё переделывать. Какая разница. Главное, когда будете выходить с сервака, вы... Если у вас в кармане модули остаются какие-то, ну, то, что здесь не возобновим, вы это скидываете. Так, тут у нас, кстати, уже два массива, да, получилось? Это на железо и на медь, да? Тут массивы сейчас сделаны. Да-да-да, они уже работают, только я ещё не придумал, как их тут разделить внизу. А, это на бетон. Тебе ещё и бетон нужно будет туда послать. Железо, медь, бетон и стали. У тебя четыре конвейера должны идти. Я знаю. Мы же вроде обсуждали, как мы шину делаем, нет? Нет, что мы не обсуждали. Блин, это плохо. Надо будет здесь потом вышку поставить, показать сверху, как это выглядит. Попозже чуть-чуть. Там можешь просто на кустах забраться и показать. Куда? На меня. Ты уже так делал. Типа опыт, что ли, богатый? А ты что, только и ждёшь, что на тебя кто-нибудь заберётся, или что, я не понимаю? Слышь, давай тут. Не, ну у тебя просто такие заявления, знаешь. Заберитесь на меня кто-нибудь. Я ведь могу и зрителей попросить. В комментах на тебя быстро заберутся. Объяснят в деталях, как на тебя забираются. Так что ты давай тут аккуратнее. Какие-то столбы иногда стоят. Непонятные вообще. Зачем он здесь стоит? Что, где-то Влад, да, затих. Влад, ты там где? Ты чем занимаешься? Я этот исследованием. Ты стоишь и исследуешь? Что-то. Нет, там краски то, что должно исследовать. А, под эту. А, ну, полезное дело, да. Хоть там он и... Хотя, хотя полезного-то в этом я бы не знаю. Будет польза явная, если доделать, помочь корпус. Хоть, чтобы мы его завершили, четыре этажа. Хотя я не знаю, как мы будем тут втроем, в четвером его делать. Там кто-нибудь накосячит, потом начнется. Ладно, занимайтесь исследованием тогда. Вообще, надо бы нефть, конечно, подключить и направить туда трактор. На нефтянку. Вонный трактор. Ну да, только здесь надо, опять же, площадку под него будет делать. Страдаешь? Да вообще, тут ограничено пространство, распараллеливание этих дурацких линий. Ты сейчас заблудился там, что ли, в линиях? Да, надо так... Я, короче, одну линию железа, которая... Ну? Я ее... Вообще не буду на первый цех подводить. Она там не нужна просто. Блин, тут... Хотел как лучше, получилось как всегда, называется. О, вот так будет. Я тут небольшой апгрейд делаю. К сожалению, крэйзи механика, поэтому... У меня невидимая стала эта фигня. Которая? Да я внизу тут поставил... Тут на сталь, да, у вас усиленно? Сейчас я подойду. Где-то только, черт его знает. Да все там же, где ты на мне забирался. Ага. Массивы-то никто не делает, или они уже все работают? Я что-то понять не могу. Сталь, я не знаю, ребята, подключили, не подключили? Я потому что подключал только уголь и медь. Ой, этот... Железо и медь. Так, где-то я тебя не вижу. Которую... Которую убрать? Вот в которой я сейчас уперся и могу пройти. Вот, спасибо. У меня так-то вообще-то вылезти надо отсюда еще. А, простите. Пойдем. Да ладно? Пойдем. Пойдем, подсажу. У меня тут свои способы есть. Эй, ты что делаешь, что-то? Зачем ты убираешь пластину? Ну, в смысле, плиту? Так мне же надо тут подать теперь тебе это. На, ну окей. Я перезайду, у меня какая-то беда. Давай. Ну, как ты тут все зашил? Че, где зашил, кто? Ну, смотри, там внутри-то зашивал. Осталось перекрытием. А потолок-то что не делаешь? Потолок здесь и стол стоит делается. Я только закончил эти перекрытия делать. Ну, молодец. Это все, что ты можешь сказать. Что мне, на ладоши похлопать? Ну да. Есть же такая функция. Бесплатная. Остановитесь. В общем, можешь бетоном зашивать. Так, это вообще какая-то та, что здесь. Ируи. Это второй, да? Что, уже? Я жрюю на их как-то помечать. Ну как ты, как ты пометишь? Ну, разными цветами, разными уровнями получается. Цветовая дифференциация штанов? Цветовая дифференциация штанова. Цветовая дифференциация штанова. Понаружи, где ряд-то ряд-б идут, там тонкие перекрытия. Внутри толстые. Можно что-нибудь, конечно, вон Костя прилагал на пол, выкидывать. Типа, что крафт-со. Крафт-со кидаешь ресурс, да, и он там останется. И будет сразу видно, возле ящика какой-то ресурс. Нужно что-то типа того. Ну если тут нету ничего, блин, нету. Так, какой громотей потолок заложил, а? Это я тоже думаю, я ушибся об этом. Михаил, вы что делаете? А, ой, я забыл про левит. Она рожает, я не знаю. У меня скоро гореть начнет, как на ХСК, так же, наверное, вот от этого от всего. Так, тут следующая прыгала. Как она там у нас стояла? Точнее, где она тут стояла? Ага, все понятно. А у нас кубы, получается, делаются чисто из железа, да? Какие кубы? А, ну да, да, да. То есть медь там не нужна. Зачем она там? Я так не просто прошу. Нет, не нужна. Можете, кстати, лестницу сделать. Обыкновенная, которая идет. Слушай, придется тут развязку, походу, двухуровневый делать. То есть мы сейчас один уровень не используем. Это вообще не вариант. Потому что мне надо два ресурса, чтобы они не перекрещивались. Так, блин, так сделать? Ты же вроде... Это все, эту схему уже... А, точнее, там нет. Ну что, запускать помощь на производство? Кого? Ну вот, помощь на производство запускать. А, в космос запускай. Ага. Костя, можешь поставить первый сборщик под сталь? Я просто хз, как там должны ресурсы подводиться по вашим схемам? Там плавилку надо. Не можно плавилку. Ну да, плавилка, а ресы. Сейчас. А-а-а. Сейчас вот обойду. Вы там, в этом чем, этот, линию на сталь ставите? Ну и я могу ее ставить, просто, например. Я ж не в пользу. А, ну да, ты наш, Костя, показал. Костя сейчас покажет. Че думаешь, получится у него? Боюсь, что получится. Почему боюсь? Там сейчас как покажет, вообще, как он травму на всю жизнь. Бывает, че? Жизнь, боль. Так, что я зря убрал. У меня тоже пришлось учиться делать мне макароны. Чего? У тебя тоже травма, что ли, какая-то? Ну да, тебя посмотрел травма, пришлось все переделывать. Чтоб ли макароны были. По флоссам я лестницу почти доделал. По колхозски. Ты наверх? А, вижу, да. Опять не Витинка. Че, вам починить нужно там? Да, опять. Кстати, у меня фантомных блоков было, ну, всего два витри на стене, и все. Ну и перезайдите, помогай. А, попускает, да, если перезайти? У меня, да, у меня этот склад исчез, я перезашел, он появился. Нет, ну понятно, что он появился. О, нормальный лайфхак, чтоб меня не отвлекать. Ну давай попробуй сейчас. Твой лайфхак. Количество подключенных пятеро, нормально. Я шестой. В смысле, ты про что? Я перезахожу. Ну, перезайди. Ну, а что делать? Я сейчас буду с самого верха возвращаться, фиксить, что ли, там эти? А, да, все, да, появилось, действительно. Ну, во, видишь как. Починили игру четко. Вообще огонь, Чинка. Там, кстати, Миша, снизу, вот, смотри, видишь, я тут поставил с этими, с перекрытиями штуки. Вот там снизу надо так же сделать. Сейчас. С бортиками. Ну, ты понял, да? Да, полно, полно. Так, это у нас третий этаж, да, получается? Или какой? А, ужас. Блин, когда они таблички в виду, чтобы можно было... Третье. Третье. Третье ставишь, да. Нам надо четыре и крышу сделать. Первый. Второй. Третий. Так, и сейчас на четвертый, я тогда... Может, там, делать какие-то булки, крашеные, 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 крашеные. Я могу еще ему помочь. Не, делайте, один человек делает одну сборку. Насчет крашеных, ну, а как ты, блин, тут надо какие-нибудь мазки делать, один мазок, два мазка, там, три мазка. Нет, Федор, смотри, знаешь, как на заводах вот тут я каждую, то есть каждый этаж, ты, допустим, вход или дверь, то есть, ну, один блок, который внутри, он и снаружи, красяшь в определенный цвет, и все. И тогда у тебя была менее уже, инференциация цветовая получалась. Это как угодно можно делать. На нормальных вещах цифра стоит. Просто цифра написана, первый этаж, первая отметка, там, вторая, первая ось, двадцатая ось. Я понимаю, но если у нас нет такой возможности, давай делать так. Я предлагаю все же, как Костя предлагал, выкинуть 2-2 единицы ресурса каких-нибудь, вот сейчас попробуй это сделать. Например, так. Просто эти единицы ресурсы не так бросается в глаза, как покрашенная внутри стена, которая снаружена людьми. Да ладно, вот. Так, как, как упаду, а. Как, как, блин, сейчас есть, подожди, не сбивай меня. А мысли любой сейчас, сколько их надо? В половине. А, блин, посмотри, сколько она потребляет. Угля и сколько железа. 45. Блин, а что они тут на 2-то на 100 кольц. Вот того и того? Да. На сталь нужно 3 угля и 3 железных. Ну, вижу катушка стоит. Так. Вот надо 3 катушки поставить, типа 3 этаж. Ну, по крайней мере, пока так, не знаю. Цвета, что ты запоминать будешь? Да ты их запомнишь, ну, там всего 3 цвета. 3, ну, 4 пускай. Что там, 10 этажей будешь делать? Поставь пока 4, наверное. Ну, ладно, пофиг. Я пока катушки скину, чтобы понимать. По всему реально с этими катушками так будете их расставлять. Потом придет Влад и соберет эти катушки. Сделать мне ничего. А я еще не думал над этим. А наши так, может быть. Ты тоже, что ли, собрать собрался? Собрался, собрать. Разобрался. Это могу и собрать. Могу копать, могу не копать. Ничего себе ты универсальный. Только, пожалуйста, не закладывай больше. Вот здесь вот ход, где прыжковая платформа стоит. Закладывай, чтоб блять убежить голову. Башка скучались. Че так, ты же заложил его? Не, я говорю, на этаже сколько у нас будет? Четыре этажа. Цех на четыре этажа. А, то есть все-таки на четыре, да, у вас не получилось на три оптимизировать? Там недостаточно производственных мощей будет у финального станка. Да и плюс, следующее производство тоже лучше на четыре все-таки делать. Поэтому приняли решение вот так вот. Федя подумал, принял? Да, мы подумали, я решил. Мне молоко дадут за бредность. Все-таки на высоте работаю. Могу тебе бан дать. Медаль Ашана хочешь? Медаль Ашановую. Мне орден Сутулы, ладно. Кого? Сутулы. Че Сутулы? Ты Сутулы? Ты Сутулы, Саш? Где придумать это еще такое? Что ты в этом? То вас на телевидении такие выдают, что ли? Не по нему никак. Медаль Ашана. Медаль Ашана. Медаль Ашана. Это Рецидивиста, Аты? Убери от меня эту стену. Чё ты мне ее в глаза тычешь? Я не знаю, как с этим коллективом можно что-то теперь по коммунизму построить? Михаил, что вы? Завод никогда так не сделаем. не зовут а к фабрику от завод от фабрики чем отличается названием и все такой тут уже косяки пошли ашанов меньше на вишен уже он уже косячить начал задом наперед ставить на знать да как знала ешь вот 4 то что и значит сделал лестницу построен четвертый этаж покажет по возможности пожалуйста сейчас я себе доделать коробку так страшно мне сделать смотреть хочу страшно что ли у тебя то что ли это фобия высоты по мотору есть пятки потерять про моторы страха про моторы дэн вроде спрашивал кстати сверху же неплохо видно так массивчики вот это все это это самое начало стартовой базы что просто масштабы понимали чем этот задумали сделать это это времен это времен когда не пугай людей ужас мы просто сейчас еще один хочет на satisfакторе берем прямо сейчас сейчас нет не надо у нас проблемы могут нас и так фиг пойми что после серию допишем потом посмотрим напиши что после серии сейчас полчаса будем еще объяснять что делать что издеваешь сквозь владу задев помощники ты хочешь чтобы сервер и так и так ничего не делаю полезный помощник сейчас пошел с гонзол за этим за котельчик вот чем на стабиль не стала работать куда ты с гонзол заказать проводами из которые не послушала как следует делать делаем он 50 моторов 50 блокно-модульных каркасов и 1000 проволоки откроем суперкомпьютеры и коннектор вот это ерунду мы построили мне послышалось что влад за коктейлем с гонзол и сейчас будет вообще полный фарш просто я думаю тоже пора на это тоже пора наверно за коктейлем за каким-нибудь сгонзоль там чё-нибудь простенькое хотя в этом не знаю через кофе намешать ну в нижнем слое да и так хотя твой патрон дивана о чем в чем вчера не написал да не знаем как еще эти поэт с факторе набрали сейчас закончим серию кстати видят ты не встречал буржуев там их никто как против большими группами и да я чё точно говоря не мониторил я так мелочь посмотрел всякую что пишут там у них тоже очень много сейчас контента для детей там визжащие пищащие ребята которых смотреть очень тяжело я у некоторых даже звук включая посмотреть невозможно нет я абсолютно понимаю что говорят что что происходит но смотреть невозможно ну потому что мама по себе такие майнкрафт стайл да ну там вот это наш ну я здесь скажу больше я с некоторыми с разом общался и сами по себе такие вот в основном американцы и прочее но они так разговаривают как петушня какая-то да они еще они как курица прыгают скачет руками может дергает и типа у них фишка такая что ли ну по ходу да они это не так нужны эмоции выражают ты обращал внимание что фильмах америкосы очень активно ртом шевелит хотя это можно делать такие вот так вот они такие огонь и такие по жизни просто да да британцы они вот более сдержанно будут и серьезно страшные ребята просто ну понятно у них как рот шевелится за за ртом все и тело наверно туда же просто мотыляется как близнец кстати кстати скажу буржуев очень много качественный контент делал большой разбор очень часто британцы американцы нет я ли они я не конкретно галкать подожди я не конкретно говорит у кого качественного кого некачественная просто про то что я пронаблюдал в последнее время какие-то тренды что ли в бурж youtube я потому что наше отечественное не смотрю смотрю буржуйский где где чё кто делает и вот за обратил внимание на такую фигню очень много такие страны вывалили контента но возможно потому что в последнее время очень много вот такой петуш не появилась я не про их ориентацию я про только как это все как-то все подается с ними очень тяжело общаться ну я я потому и говорю что я в последнее время в некоторых видосах просто выключаю звук потому что мне интересно посмотреть что не делают но слушать их не могу потому что-то капец это то же самое что я буду в этих контент для школьников который майнкрафт у нас вот в русском youtube показывают тоже всякое вот это вещащие вещащие лежащие они пытаются под них косить поэтому он смотрится еще бы еще более убого да ну представь если человек пожму них так разговаривать стране это некая норма поведения не знаю если другая культура а когда человек с нашей культуры тускле европейской пытается так общаться и не делать но у вас возможно в этом проблема до большинство начинают с каких-то там школьников всю эту герунду делать и не я не даже не понимал почему так происходит то есть многие из них даже не выезжали куда-то за границу не общались иностранцы из них нет опыта общения с другими культурой комиссии нет так блин а моста вообще есть голове не чтобы вот как вы чтобы понимать что ты делаешь вообще для кого ты делаешь а чем мозг и зачем москосить надо сделать 15 минут на видео продукт как ты верещишь и скачешь да ну да осмотрим мозга надо было чтобы нам тут друг друга посмеяться пора что-то поделать я считаю что у нас интеллектуальный юмор как мы как кто на кости сверху залезают ну просто не интеллектуальный разбавляем интеллектуальный стройка всякой ерунда кстати звон за сюда опять на лестнице ну ты знаешь что ты знаешь что делать кости у тебя у тебя неровно вижу я знаю костя вы в рабочий стол переходили или просто перезаходим нет просто в меню и обратно она так и должно да здесь быть ну потому что да она сбоку с другого края про заходит кусай сбоку чё замолчал даже нет ведь две минуты до изучения ты взрывал а ну и год так нет и изучишь сразу запускаю чтобы чё время тратить а да и жена запустить сначала а ты уже убежал чё случилось пойдем покажу мои ошенство что стенку надо убрать не просто говорю моё ошенство блин чё здесь за такой ты сделал куда идти то вообще вот ну а потому что тут только двухуровнево лишь ну вот это блин я же просил сделать все вообще все не так сделали что это за хрень вообще я же говорю нужно было сделать вот эти вот опоры железные можно даже ведь площадку из них делай это бетоне я весь уберу а это чё в воздухе будет висеть ну потом мы площадку этими сделаем а потом можно опоры сделать типа это как бы на опорах стоит тогда это будет хорошо смотреться зачем ты меня сюда позвал вообще на нервную почву до минуты да ну типа зашел ты для него правда нет видимо простой ты что ты уже ушел стой хочешь хочешь уйти подай вниз все ты тоже будешь выходить вместе бит то что не троллишь хорошо что я была полная жизнь я прям знал ты был готов что на первом этаже перекрытия нету михаил вы можете поставить на первой на первом этаже перекрытие между первым и вторым модулем 1112 короче собрать где-то просто к перекрытию это может быть я не достроил там просто его сделать надо я я щас наверх пойду сверху доделать он просто у нас собрать там если снизу будешь так собери пожалуйста кто вздыхает горько вы тоже гостады готовы на журец и подвести туда и бетоний тоже откуда это сейчас это я так это чё изучили мы сейчас зарайка церковь а за замечательно так тут не надо делать стенку так что на чем мы там закончили проезжающий контент а стоп это не взрывчатка это винтовка ты сам не знаешь изучал так осталось раздалка остановись вот ты мне тоже мстишь а что подожди ну тут зашить бой живой нет да убери блин бетон миша пожалуйста будь человеком спасибо от истина срывчатка давным давно готова я мы не ругайтесь так это четвертый этаж крайне значит у нас и выше уже пойдет крыша крышу на тоже как-то сейчас по-хитрому будет разместить к сожалению здание не симметрично поэтому придется какой-то хитрый хитрый план внедрять наверно ну или крышу сделать не симметричный оси ведь нету вот ты чё делаешь моторы или каркас у меня медь закончился мотовые делают ведь наверху стоит просто забирай слит чё то а вам медь провода нужны не просто три проводов лежат правда же влюда с единым и с ним не это давно-давно уже а уже все снизу перенесли до только до провода скинуть и тюка принесли центра центральной на хобби весь центральный сундук хаб там детонатор лежит и взрывчатка можно взрывать ок окей хорошо вы не взорвали готов снизу но я сейчас покажу тогда просто на камеру как как ты работает мало ли кому вдруг интересно будет это много не кидай а то игра зависит я одну кислоя я хоть посмотрю как это ну давай спущу сейчас ты 1112 сделал стенку не делал не помню что делать с кучу чего где гоу не станет давай я наверху вас буду наблюдать практически первое стартовое здание практически доделан временно на прошлый раз уж меньше было меньше да это я чаще четвертый этаж сделал частом крышу начнется тут одно здание под моторы так хочу такой же под кубы да это всего лишь 10 метров в минуту всего лишь до всего лишь у нас есть под кубы ну да под кубы такой же только дальше будет ну блин долго делать ну что поделать вся игра это вот такой контент не смотрели коробка собирается за одну-две серии принципе если не купить если есть система собирать и она собирается быстрее за серию соберем так но мне столько бомб наверно ладно бомбы еще на крафтится вы за серый добегали туда чтобы скрафтить их не я то что вы притащили использовал а но окей но мы же там притащили два или три стака это это на 15 получилось бомб что больше я 200 серы потратил всего ну норм тут уже площадку туда сделали учат кто взрываться хочет то подожди я утону маленько где-то зачем закрывайте меня пусть это ты тут фигня маешься ну и зачем ты делаешь я хочу тебе отомстить ты вот это должен чек месторождение хочешь да слушай напомните как бомба кидается левый кнопку на не кидается перезарядить радость эра да да тупы тупи тормозит давай михаил заходи туда в бомбу он пошел не будешь естественно испытать уже может не надо надо миша надо бог как красиво ставьте бур все мы можете заводить да это ладно потом расчищем может быть сходим следующей серии немножко тут по путешествиям не знаю минут хотя бы 15 текстуры кривили чё надоете доделать как что доделать производство чего-то нет мы апгрейд я влада был я знаю надо генерал у меня вопрос вот у них летающих птичек или пока называются эти но ты зачем у них сделали так низко если у них сама игра подразумевает какие-то заводы него огромные особенно по высоте у них разные траектории полета вы еще видимо жуков не видели мы тут сделаем у меня бомбила вчера я зашел к нему на карту радиоактивных и не там такие знаешь типа светлячков маленькие жучки они вылупляются ну сразу растений которые вылетают да 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 их толпа так мечом убивать так чё нас не делалось я большую дичь видел суперкомпьютер скоростной коннектор ограничители умные разветвители пара окей хорошо паук который прыгает и дамажит на две полоски хп так он еще плюется ядом вокруг себя и в нем прячется и типа к нему даже подойти невозможно потому что без маски с автомата расстрелять его вообще не видно густой туман вот как испарение это где-то такого видел ах резать проник они кстати такого зелененького цвета они кстати парадмапа парадмапа хотели еще животных добавить сюда фиг знает когда добавит сетку строители пускай добавит метровую чтобы нужно было нормально коннекции не страдай а то я в швеции могу поехать можешь все таки так на ротор статор у нас остались и нужно подтянуть а ты столицу швеции знаешь какая у них только два без гугла париж но почти тепло гон взял угадал столица синдром чего стокгунский синдром наркоманит с крыши я не знаю что делать как как я тут по симпатичному то замутить перекрытие типа что треугольник а тут она вижу тут нет ты можешь сделать вот этими скошенными рампами у тебя три разных угла у рампы есть то есть ты можешь не округа крышу но у тебя останется центральный центральный блок который на котором нет треугольник и в нем ты ничего не сделаешь нет но издалека то они нормально выглядят ну давай попробуем просто как она будет выглядеть но там мы пошли он пробует сейчас мы не успеем это попробовать в следующей серии попробуем кто на верхотуру то не жалко тут влад только что где-то ходил влада жалко конечно раз он тут ходит значит нас это не боится на какой за это на какую верхотуру лезть хочешь ты к чему это вообще у крыши если делали дошли которые без крышу я буду делать ну что боишься что ты не смотри собрал это вниз ну почему же только до сих пор не подвели то господа фиксики халкурите ты обозначил куда тут если вы сделали линию под бетон все готово все подключено к электричеству но она ждет известняк но правильно его же нужно со всей базой ну кстати вот следующей серии можно снизу объединить в единую какую-то шину каменную и завести с четырех вот четырех он же тут местах где творится нам надо будет какой-то по идее сейчас можно чистить но с чистого спил завести и чтобы работала потом у нас они добавят нет как вариант чистый у нас один и он получается он кого озеро где тут нет в озеро обычный чистый чистый был с буквы n короче с севера чистый находится юху я пока покатаюсь на этой дуре который да так под занавес круг почета сейчас сделаем тут за ней какие-то чайки не интересно можно убить попробуй попробуй ну распилить ее голову нельзя не в нее не попадает она без этого без коллиженов уж бомбу в нее кинуть блин у меня щас фпс будет дропаться без записи у меня кстати здесь нормально полета были но у меня сейчас стоит ультра качество максимальная отрисовка вот я не знаю удастся ли мне щас показать это на видео слушай сейчас сколько блин страшно да как снять господи очень страшно я щас круг почета сделаю все будем заканчивать если я где-нибудь не свалю сейчас нас такая финал очка идет базу со стороны хоть покажу мы сейчас конечно отлетим от нее в сторону немножко да надо снизу нормальный какой-то фундамент делать это у бога смотрится здание в воздухе висеть но в целом уже около дела какой-то туман у нас здесь мега деревья сейчас она вроде налево должна повернуть насколько я помню джетпак надо делать потихоньку может быть это кто-то бездельничать сосредоточить усиленно джетпак джетпак нужна нефтянка вот следующей серии тогда можно в общем давайте сделаем так в следующей серии кто свободен продолжайте достраивать эти четвертый этаж только без к без крыши просто достроить на моя побылику нефтянку подключил пока что колхозно отправлю тачку туда сделаю подвоз этой самой нефти день над ущельем где и планировал вот ну а дальше посмотрим уже потому что бюджет пока здесь уже такое наверх конечно нормально забираться но если вниз упадешь печаль беда будет линьки-то дроп фпс непонятно снимает все так тоже надо снимать я просто отметил снизу надо провести я против мк 2 поставил здесь мк 3 нужен и плюс будешь мужчина это как и добывалка да потому что она 480 выдает и там как раз у вас массив стоит она его полностью за забит так как цемент очень медленно делается в плавилках хоть слушая как не с этой птицы слезать не жид пока нет я только сейчас до меня на штучки да вот но жди она там по идее круг делает и доберется до наших я понимаю что она делает круг я уже практически круг почета сделал сейчас я вокруг хреновина 1 облечу просто куда мне спрыгивать устоят всякие эти прыгать я в воду в воду озеро прилетели а сейчас над ущелем полечу а там воды нету да тогда суицид режисси пока долечит обратно тут есть одно озеро но я бы что если в него прыгну там я до днища дойду и жопа одно и все на смыть и ноги сломает она живет режим как режим рад долл ты подну включаешь его падаешь и урон неправильно да не ладно сейчас разберемся тут тут еще все равно над ущелем лететь это муж кому интересно будет посмотреть полет озеро с деревянной водой до 7 bucks туда и то же самое хотя не там вроде ноги не ломались да кстати а если вот на эту ходящую на этого слона по там а прыгнуть ты же от него отпрыгиваешь по идее с птицы прыгнуть он отпружинит или нет либо пойдешь это пружинит из любой высоты хочешь сказать что ноги не сломали это не они были опасно как-то он тут вообще изгибнулся на бок как называется когда у самолета одно крыло ниже а второе выше вот этот угол изменения там все галатаги угол тангаш тангаш это тангаш называется ада крен это вверх вниз до когда но собирается ну да а это тангаш сейчас вот он туда направо короче завалила его господа ручку право право справа лево блин на штурвал какой-то вот база наш холм свит холм типа мэра на зоне открыто только это нефтяная электростанция не в тома уже можем в ее и кстати на поставить исследовать блин реактивный район 75 вы паразиты вы застроили влад влад прекрати блин мамочки как же страшно если помешки бы все мне в общем он наступил вы меня сбили просто на полусловия все ты умер на я можно воскресить или нет сразу в хабе ресурс по-моему я только не знаю даже где разбился а труп показывается на карте у тебя там на карте ящик показан а все понял чуть-чуть я не попал на эту штуку на бывает прыгун из меня в ширину конечно никакой бетоне ладно буду я на этом серии заканчивать на этой печальной ноте разбившись в следующей серии в принципе найдем чем заняться я думаю что если всем интересно данное строительство колхозе долба фабрика затем поддерживать и лайкосом вот а мы с вами увидимся в следующий раз всем до скорых встреч пока пока